Культ поход Культ поход Культ поход Вроде только вчера говорили о том, что он будет, а уже и закрытие Да, в это воскресенье 24 ноября в 17 часов состоится последний из цикла концертов, из фестивальных, которые мы назвали «Земляки. Возвращение на вятку» Я, наверное, не буду сейчас говорить, какой это по счёту концерт, может, попросим, потом зададим Хорошо, да? Да, хорошо Ну, завершается фестиваль Я на трёх, наверное, концертах в этом году побывал Мне было очень интересно слушать наших ребят, которые закончили когда-то колледж Или просто начинали образование своё музыкальное здесь у нас в городе Кирове И продолжили, нашли себя уже с большими достижениями артистами в профессиональных коллективах нашей страны, в лучших коллективах или в учебных заведениях каких-то, или ещё учатся То есть это действительно наша лучшая, на гордость нашего города, нашего края авиатского Ну и мы с удовольствием проводим эти концерты, это фестиваль уже второй И мы решили, что через год мы будем эту идею продолжать, обязательно приглашать наших новых исполнителей Через год это раз в два года получается, да? Да, да, да То есть в следующем году не будет, а через год в 21-м состоится Ну вот, если говорить о ближайшем концерте, то в этом концерте примут участие наши молодые ребята, обладатели наград очень высоких Это Кирилл Русинов, баян, теперь город Москва Московская областная филармония, да? Да, он работает в ансамбле очень интересном, который называется «Русский тембр» Вот, и Станислав Карпов, балалайка, солист и артист и солист оркестра нашего главного народного, как бы так можно сказать, оркестра Главного в стране В стране, да Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова Вот Станислав приедет представлять свой коллектив и вспоминать, как он здесь провел время в колледже у нас Как все начиналось Да, как начиналось, он, кстати, работал, пока учился, уже работал в оркестре в нашем народном, вятском, имени Шаляпина Это все вот буквально послезавтра Да Буквально послезавтра В 17 часов, если мне память не изменяет, да, по-моему, в 5 вечера концерта В 5 вечера концерта мы должны сказать, что ограничение его 12 плюс Мы сейчас в 7 мероприятия Так вот, просят, да, вроде как обозначать, но на самом деле музыка, эта музыка очень добрая будет звучать, интересная, сказочная Кстати, очень будут интересные произведения, в том числе с такими названиями, как, это оркестр исполнит одно из произведений Это музыкальная картинка Александра Лядова, русского композитора, называется Кикимора Ага Вот у нас тут Кикиморские где-то тут есть Кикировща нам очень близко должно быть, да Да Вот, и потом Стас будет играть произведение Александра Цыганкова, которое называется «Волшебный замок», например Так что мы вот в сказочной где-то тут теме начнём Ну мы помним, что ограничения Роскомнадзора, они рекомендуют, но не ограничивают прям строго Не будет такого, что придут родители с детьми на концерт, а вы их не впустите То есть можно с маленькими детьми приходить Да, конечно, конечно Программа будет очень разнообразная и интересная Как нам построить дальше нашу работу? Вот что я думаю Потому что у нас сейчас остаётся не так уже много времени на всё, на всё, на всё Концертов впереди много, мы по чуть-чуть каждый будем анонсировать, да Да, может потом и вернёмся ещё разочек Давайте сделаем так, да Следующий у нас, это, я так понимаю, что 2 декабря 2 декабря, это такая большая юбилейная история Концерт к юбилею композитора Александры Пахмутовой Вчера все выпуски новостей обошёл сюжет, как к Александре Николаевне вручали орден Вот, собственно говоря, у неё день рождения был, по-моему, в начале месяца, да, 90 лет Что будет? В программе прозвучат про песни Александры Пахмутовой Которые всеми хорошо знакомы, любимые нами всеми Я надеюсь, что зал не останется безучастным, а поможет нашим солистам А в качестве солистов, кстати, выступят практически все солисты нашей филармонии Это и Людмила Никеева, и Константин Морозов, Константин Юдичев Пусть не обижаются, если вот так быстренько я кого-то Галина Савина, Ирина Савина, ну, можно, наверное, ещё продолжить Все хорошие, все перечислять не будем, всем спасибо большое, что они Да, и в их исполнении мы услышим вот любимые песни Ну, в том числе будут прозвучат и два произведения для оркестра Кстати, одно из них, это редчайшее, как бы такое будет Когда-то в своё время одному из наших коллег, исполнителей Александра Пахмутова написала сочинение для скрипки с оркестром Для скрипки с оркестром, ну, в данном случае с народным С оркестром народных инструментов Вот такой номер мы тоже покажем В качестве стилиста будет играть Кирилл, участвовать в концерте Кирилл Запольский Вот это будет такой неожиданно такой интересный номер Ну и песни, конечно же, самые-самые знаки Как молоды мы были Трус не играет в хоккей, нежность Ну, все-все песни, да, они известны У неё огромное количество песен, конечно, в концерте прозвучит где-то 15, около 20 Но самое-самое, я ещё раз повторяю, надеюсь, что зал будет нам помогать Подпевать, подпевать, потому что из поколения в поколение слова передаются Нам помогать провести, помогать этот концерт провести Хоровая капелла «Мальчиков» будет участвовать под управлением Или как руководители Это Георгий Антакова И Ирина Антакова Вот, так что будет и детский хор Вот так? Большой, да Я чувствую, у вас там все будут петь в этот момент Я надеюсь, что да Надеюсь, что да Даже те ваши сотрудники, которые в это время, наверное, и не в зале будут зрителям Тоже будут слышать и подпевать Музыка и тексты, они всё-таки сами за себя говорят И это действительно наше вот тоже достояние В России Тоже 12 плюс ограничения 2 декабря, 6 часов вечера Большой зал филармонии Концерт Вятского оркестра русских народных инструментов Главное, ребята, сердцем не стареть Вот, приходите и пойте Приходите и пойте Так, дальше двигаемся по программе 4 декабря, тоже 6 часов вечера Тоже 12 плюс ограничения Да Надеюсь, что теперь уже не мой концерт Да, это уже не ваш Это концерт Константина Юдичева Нашего солиста Вятской филармонии Обладателя Гран-пре Всероссийского фестиваля авторской песни Это наш солист Наш, что называется, сотрудник Наша звёздочка Которую любят не только в Кирове, но и в городах России Концерт будет состоять из двух отделений Первое отделение Я, конечно, вернусь, называется Песни Высоцкого, Розенбаума, Макаревича А второе отделение Какая интересная подборка А как он очень Это он сам выбирал? Ну да, делается программа полностью Константином И у него такой широкий диапазон творческих возможностей Что у него и популярные песни, и романсы, и современные эстрады, и авторская музыка То есть он такой у нас очень разнообразный И подкупает, конечно, каждого зрителя своей открытостью, душевностью Ну а второе отделение Его авторская музыка Константина При участии Сергея Зыкова и Аси Бачихиной Это виолончели из города Петрозаводска Девушка приезжает специально к нам выступить То есть хороший, интересный концерт Как вы сказали, ограничение 12+, но... Но мы помним, да, про то, что родители, в принципе, могут и более младшего возраста детей с собой тоже взять Потому что ничего там такого опасного для детей не будет Будем рады видеть всех Так, 4 декабря Показывает мне звукорежиссёр, что нужно нам сделать перерыв на полминуты И после этого мы вернёмся Итак, мы продолжаем культ поход Мы продолжаем культ поход Я почему-то не слышала заставки в эфире Продолжаем культ поход Показывает нам звукорежиссёр Я отвлеклась немножечко Хорошо, следующее событие, которое мы анонсируем В нашей авиатской филармонии будут наши соседи Я так понимаю, что друзья, да, авиатской филармонии Да, да, да Государственные академические ансамбли, песни и танцы в Удмуртской республике И Талмаз называется И Талмаз Да, ансамбль Да, ансамбль Скажу, очень-очень давно были в Кирове Когда я ещё была нормальненькая Поэтому Серьёзно, так давно они не приезжали? Давно, давно не привозили коллектив Да, хороший такой коллектив Они у нас везде были Но вот в этом году мы начинаем эту традицию Чтобы они к нам приезжали почаще Да, это жемчужина Удмуртской республики Я вам скажу сразу Потому что все городские большие проекты Государственные мероприятия Все проходят с их участием Коллектив работает с 1936 года У них огромнейший золотой фонд Там у них есть номер Танец с колокольчиками Так как я в своё время тоже была хореографом Знаю, помню, как мы это записывали Смотрели И знаем, что там 16 настроенных колокольчиков И каждое движение Оно ассоциируется с этим звоночком Это национальный танец какой-то, да? Национальный, 16, да Именно на удмуртском материале И вся музыка строится на этих колокольчиках То есть у каждого свой диапазон И это вот абсолютно разный Это так звучит Но это правда Это надо смотреть Это надо видеть Потому что это наши традиции Наше прошлое Которое вот они бережно охраняют И ценят Удмуртская республика, да Вот у них концерт состоится 7-го числа, как мы сказали В 17 часов В Вятской филармонии Поверьте, что этот концерт Не только для танцоров, что называется Для тех, кто любит танцев Да, не только для них Это для всех и певцов, и музыкантов И, конечно, штанцоров Ну и просто зрители, и жители Потому что познакомиться с такими Фондом, таким искусством Надо обязательно На самом деле не так часто У нас выступления Каких-то именно национальных коллективов Такого уровня, как я понимаю Такого уровня, да Это у нас в последнее время Стали приезжать Там ансамбль «Березка» Да, вот у нас появляется Хор Пятницкого Где-то приезжали Но вот именно А здесь-то национальный колоид Еще наши соседи Мало того Это, в общем-то Те соседи, с которыми мы Практически там И в повседневной жизни Пересекаемся Потому что у нас же тут В Кировской области Намешаны национальности Это разные, да То есть можно познакомиться Да, у нас люди не очень знают Поэтому с огромным удовольствием Я приглашаю всех Пожалуйста, приходите Смотрите и наслаждайтесь Этим творчеством коллектива Потому что это дорогого стоит Тоже 12 плюс ограничения И также мы говорим Да, да Родителей с детьми Младше 12 лет Никто не выгонит Никто не выгонит Пожалуйста Будем рады И есть еще один концерт Концерт 15 декабря Это, я так понимаю Сейчас нам Александр Чубаров Про него чуть более подробно расскажет Да? 15 декабря А это что такое будет? Дерпен Столько концертов? Нет, на самом деле Видите, как это в этом году Как-то уж очень интенсивно Да И если успеваете следить То все время разные программы Конечно Я уж правда сам теряюсь иногда Вот сейчас спрашиваете 15-го Что будет Это будет потом Нет, непонятно, конечно Я знаю, что будет И будет очень интересный концерт В этом году Год вообще Такой Урожайный, что ли На юбилейные даты Тех людей Тех личностей Которые Работают в сфере Вот народного искусства Народных инструментов Это и Вера Николаевна Городовская Композитор Гусляр Чей юбилей Столетие Со дня рождения Мы в начале года Отмечали Мы в этом году Ее и так Конечно Играем Произведения этого автора Потому что они Очень востребованы Очень доступны И в этом году Мы немножко побольше Даже музыки Ее играем И вот Юбилей Евгения Петровича Дербенко Автор Заслуженный деятель Искусств Композитор Преподаватель Из города Орла Ну те кто Связан с Инструментами Народного оркестра Как сейчас называется То конечно Они этого человека знают С творчеством знакомы С творчеством знакомы С музыкой знакомы Потому что Музыку Очень много его играют И личность Чем уникальная Тем что Евгений Петрович Первый Вывел Как бы Вот Такой инструмент Как гармонь Которая бытовала Только как Самодеятельный Какой-то инструмент Он ее на профессиональный Уровень вывел Чем Программу написал Сочинение написал И музыки Для гармошки Сейчас на самом деле Очень много Вот Сами конструкции Инструментов Немножко изменились И Те кто придут То есть Новатор получается Такой человек Человек новатор И ввел Вот это вот Образование Которого не было Эта специальность Исполнитель На гармонии Ее не было Ни в средних Специальных учебных заведений Не высших А теперь Мы профессиональные Как раз имеем Класс и студентов И уровень Исполнительства Вот такой Ну как бы В профессиональную Что ли сторону На этом инструменте Он просто Зашкаливает Потому что Такое Исполнители Вытворяют Даже Диву даешься Это И благодаря Собственно говоря Вот Евгению Петровичу Который Очень много Музыки Написал И своей И сделал Много обработок Классической Музыки Приспособил Что ли Приложил Для гармонии И вот В частности Вот в этом концерте Прозвучит Одно из таких Сочинений Это Вариации На тему Генделя Это есть У Генделя Сочинение По Сакали Такое Известное Многие Играют И вот Будет Наш гармонист Будет играть На гармонии На гармонии Да Будет играть В сопровождении Оркестра Неожиданно Да Неожиданно Правда Вот целое отделение Будет Да Гармонист К нам Приедет Наш гость Тоже урожение Царловской области Воспитанник В училище Евгения Петровича Дербенко Сейчас Студент Академии Имени Гнестиных Лауреат Международных Конкурсов Павел Фомин Ну Потрясающий Молодой Исполнитель И Прозвучат Произведения Которые Уже Исполнялись Раньше Какие Например Как праздник Всегда Всех Это Последним Обычным номером звучит И все Прямо Вот Весь зал Начинает Ходуном 19 15 декабря Пора Уже будет Да Готовиться Готовиться Да Ну в том числе И какие-то Новые сочинения Прозвучат Которые Не слышали Например Папурина Темы военных Песен Есть у Евгения Петровича Есть Под таким названием Воспоминания О карнавале У него много Музыки Похожей Но это Все-таки Отличается Немножко По-своему И тоже Очень красивая Музыка И вообще У него Ну она Какая-то такая Вот очень душевная Располагающая С огромным чувством Юмора написано Вот как юмор музыки А вот Приходите И послушайте То есть Вы прям Начнете Вот Как музыка Начинается Это можно услышать Это можно услышать Да Даже неподготовленному человеку Совершенно верно Вот я даже не могу Сейчас Как бы Вот Не, но описать словами Это сложно Наверное Объяснить В чем там В чем это дело Но вы правда Вы начнете слушать И вы начнете улыбаться Потому что там вот какие-то есть Штучки такие Штучки Да Поверьте Что даже хореографы Да Очень много берут музыки Дербенко Для своих постановок Поэтому получаются Очень интересные Концертные номера Ага Понятно Ну и перечислять Как бы программу Я думаю Что ясно Не обязательно Но музыка будет Очень разная Ну вот Например Прозвучит Его сочинение Для фортепиано С оркестром Прозвучит Сочинение Для Балалайки С оркестром Например Будут инструменты Для домбры С оркестром Вот У него такое вот Разнообразие И Будет Будет очень интересно В общем 15 декабря У меня Времени К сожалению Нет концерта Да Если это воскресенье Скорее всего В 17 часов В 17 часов А ограничения Наверное Тоже либо 6 плюс Либо 12 плюс Хорошо Мы сейчас Дадим возможность Нашим гостям Немножечко отдохнуть И мы с Соней Озвучим Список призов Пригласительных И книжек Которые мы сегодня Будем разыгрывать Потому что уже Пора приступать К вопросам Если мы хотим Разыграть Как можно больше Призов Из тех Что у нас есть Чтобы успеть Итак Пригласительные Вятскую филармонию Спасибо еще раз Большое Нашим гостям 24 ноября Как раз 17 часов Послезавтра Закрытие Межрегионального Фестиваля Земляки Возвращение Навятку Ограничение 12 плюс 2 декабря В 6 вечера Концерт К юбилею Композитора Александра Пахмутовой Ограничение 12 плюс И 7 декабря Как раз Вот это Мне кажется Сейчас первым И уйдет У нас Да Приз Это концерт Государственного Академического Ансамбля Песни и танца Удмуртской Республики Толмаз Ограничение 12 плюс 7 декабря 17 часов Традиционный Приз Билеты На любой Фильм И сеанс В кинотеатр Дружба И прекрасные Книги От магазина Читай Город Это Эдуард Лимонов Великий Сборник Эссе О знаменитых Личностях Сократе Платоне Марксе Дарвине Ленине И других Ограничение 16 плюс Александр Васькин Повседневная Жизнь Советской Богемы От Лилии Брик До Галины Брежневой Автор Подробно Повествует Ничего удивительного Так И Содзи Симада Дом кривых стен Простите Это Японский Детектив Автор Писатель Музыкант Астролог И бог загадки Так его называют В Японии Создал особый вид Детектива Син Ханкаку Это Головоломка Цель которой Разгадать Фантастическое Преступление И предложить Логическое И ясное Решение 16 плюс Видимо еще Не так страшно Там все внутри Да И я напоминаю Что другие книги И эти И другие книги Вы можете купить В магазинах Читай город Спасибо Читай городу Большое По адресам Преображенской 65 Торговый центр Театро И Ленина 103 Торговый центр Крым Ну и традиционный приз Последние недели Остается между прочим Да В галерее прогресса До 2 декабря Работает выставка Артстарт ВХУ 55 Это 55 лет Вятского Художественного Училища Собственно И столетия Со дня Открытия Первого Среднеобразовательного Учреждения На севере России Ограничение 0+, Горького 5 Пожалуйста Кто еще не был Очень интересно У нас Коллеги наши Приезжали даже Из других стран И ходили в галерею Прогресса Остались в восторге Вот такой список призов Сейчас я посмотрю Сколько времени У нас на часах 28 минут Я думаю Что мы сейчас Зададим Один вопрос И уйдем на рекламу Дадим полторы минуты Слушателям подумать Это должен быть Сложный вопрос Хорошо Ну давайте Какой по счету Концертный сезон Открыла Вятская филармония В этом году 59-й 65-й Или 62-й Так Значит Какой по счету Концертный сезон В этом году Открыла Вятская филармония 59-й 65-й Или 62-й Или 62-й Мы уходим на рекламу Слушайте Слушайте и думайте Культпоход Мы продолжаем Культпоход У нас в гостях Представители нашей Филармонии И Александр Чубаров Главный дирижер И Эльвира Магасимьянова Заместитель директора По концертной работе Вятской филармонии И так Перед перерывом Мы задали вопрос Очень сложный И очень важный И у нас есть звонок Прямо сейчас Итак Добрый день Добрый день Как вас зовут Это Роман Да, Роман Вам нужно повторить вопрос Или вы знаете ответ Я Не могу Сложить Вот От 56-го года Не могу Не могу сосчитать Сезон У меня получается 62-й 62-й Это верный ответ Да, вы абсолютно правы 62-й Концертный сезон Вы угадали, Роман Ага Анна А пользуясь случаем Мне бы хотелось Вынести респект Всей ветской филармонии Присутствующим За их прекрасные концерты Там какой-то Просто 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 бум Какая-то Фирия И благодаря Кировграду Удалось посетить Несколько концертов Например В восторге От Федота Стрельца От уральского хора Ну Что не выступление То полные аншлаги Спасибо им за это Ага Спасибо Прихватили Ваши добрые слова Да, Роман принимается Скажите, пожалуйста На какой концерт Вы хотите пойти Если вы хотите на концерт Пойти Я так призываю Мне бы хотелось Послушать Песни Пахмутовой Ага Концерт к юбилею Александра Пахмутовой Хорошо 2 декабря 18 часов Ограничение 12 плюс Мы отдаем Роману Да, Роман, спасибо Спасибо Билеты у нас в редакции Пожалуйста За ними можно будет Заходить к нам Продолжаем Еще один вопрос Можно вопросик, да? Да Конечно Ну давайте вернемся Я предлагаю К ближайшему концерту Который пройдет 24 числа Закрытие фестиваля Земляки Возвращение на вятку У нас два молодых Исполнителя Выдающихся Хоть и молодых Но выдающихся Исполнителя И Кирилл Русинов Только что в этом году Завоевал Кубок мира Который проходил В Китае Это очень сложное соревнование Ну как Олимпийские игры Напустим Там какие-то Или чемпионат мира И вот он Завоевал первое место Обладателем Чемпионом стал А Станислав Карпов В свое время В 2008 году Стал Победил Тоже олимпийский чемпион Очень удачно выступил Да Почти Очень удачно выступил На дельфийских играх Я там не помню По счету они Восьмые или седьмые были В городе Новосибирске Вопрос Какую медаль Завоевал Карпов Вот на этих играх Серебряную Бронзовую Или золотую Ну вот это Слушайте Прям совсем Для знатоков Вопрос Или надо гуглить А вот я слышу Телефон звонит Ага Серебряная Бронзовая Или золотая Кто-то видимо Угадать сейчас Будет пытаться Варианты ответы Прозвучали Может просто повезет Серебряная Бронзовая Или золотая Ждем мы Нашего слушателя Я надеюсь Что сейчас Нам его подключат Еще раз готовы Мы будем повторить Вопрос Здравствуйте Здравствуйте Да Как вас зовут Попробую Наталья меня зовут Да Наталья Попробую отгадать Может быть золотой Вам повезло Отгадали Все правильно Да А почему же тогда Вы мне сказали Когда я стала Олимпийским чемпионом Вы мне сказали Почти Ну чтобы запутать Зрители Что ж сразу Если бы я ответил Да да Сказал бы да Вопросов Интриги не было бы А так Золотая Нет Вы все правильно сделали Действительно Это для нас Для колледжа Было тогда Тем более Сейчас это Достижение Но как-то появились Уже другие ребята А в то время Это было очень Очень престижно И молодец Он будучи студентом Колледжа Получил золотую медаль На дельфийских играх Это очень серьезное Соревнование То есть это престижная история Очень Да А вообще Для студента И тем более Вдвойне Получается Конечно Есть Вот это Большое достижение Я считаю И золотая медаль В городе Новосибирске В 2008 году Это очень здорово Наталья Скажите А вы знали Или вы угадывали Нет Я наобум Вы наобум Сказали Слушайте И не попалась Наталья в ловушку Которую Александр Чебаров Отстроил Только первые места Никакие больше Понятно Наталья Какой приз вы хотите А на 7 декабря Силармония А вот Вот он ушел Билетный Толмаз Да Ушел билет Хорошо Наталья Билет за вами Билеты у нас в редакции Пожалуйста Заходите Забирайте Вот И мы едем дальше Так Слушатели Мы отпускаем Есть у нас Еще призы И в том числе И в Вятскую филармонию 24 ноября Закрытие Фестиваля Земляки Возвращение на Вятку Билеты туда остались На этот фестиваль Кинотеатр Дружба Я напоминаю Книги прекрасные От магазина Читай город И билеты В галерею прогресса На выставку Приуроченную К 55-летнему юбилею Вятского художественного училища Хорошая выставка Работает всего неделю 2 декабря Закрывается Поэтому Кто не был Пожалуйста Вперед Выигрывайте И бегите Я думаю Что сейчас Соня задаст вопрос Да Да У меня есть вопрос Он немножко отходит От темы Которую мы сегодня обсуждаем Но тоже остается В пределах музыки Итак Мы обратились К календарю Наш любимый источник Всех вопросов По поводу культуры И не только Итак Сегодня 22 ноября А значит Что 51 год назад И 56 лет назад Два раза Группа Битлз Выпускала альбомы Вот так вот И вопрос Название этих двух альбомов Которые вышли У группы Битлз 22 ноября 68-63 года В общем Мы ждем битломанов Или тех Кто быстро гуглит 211-101 Уверена Что и тем И другим Может повезти Потому что 211-101 Мы ждем ответа На вопрос Который задала Соня Вот это уже есть звонок Ну сейчас Пока нам подключают Мы можем Подсказочки какие-то дать Или мы Считаем ненужным Это делать Думаем что сразу угадает В одном Из названий альбомов Звучит название группы Так А в другом Из названий альбомов Звучит название цвета Вот сейчас Нашего слушателя Который на линии уже висит Мы спросим Подсказки Соню Помогли или не помогли Добрый день Алло Здравствуйте Как вас зовут Александр Александр Вас не очень хорошо слышно Поэтому пожалуйста Погромче говорите Как назывались альбомы Подсказки я не слышал Но предположу Что это Белый альбом И Клуб Русский пикердец Секрана Топера Так Первый Первый Вы угадали Это действительно The White Album Он вышел в 68 году Ему И ему Исполнилось Ровно 51 год Сегодня А второй Вот который Вышел в 63 году Чуть раньше Чем Клуб Разбитый сердец По-моему Так Давайте Александр Вспоминайте И там Ну на полприз Александр Уже заработал Да Пацаны Скуда надо дать Да Там Там звучит Название группы Самой The Beatles The Beatles Так Александр Это очень хорошо слышно The Beatles Ну With the Beatles Давайте Так Переведите на русский Еще пожалуйста Для техслужб The Beatles The Beatles Да Так В общем Хорошо Александр Поздравляем вас Вы настоящий Битломан Знаете Когда выходят Альбомы И какой приз Вы хотите Получить сегодня Книжку про богему Потрясающе Замечательная Книжка От магазина Китай-город Александра Васькина Повседневная жизнь Советская богема От Лилибрик До Галины Брежневой С ограничением 18 плюс Уходит нашему Слушателю Александру Ничего удивительного Между прочим Я так думаю Что The Beatles Вполне себе Если бы жили у нас Тоже могли бы В этой книжке Оказаться С ограничением 18 плюс Мы обращаемся Снова к нашим гостям У нас Напоминаем Александр Чубаров Главный дирижер Вятского оркестра Русских народных инструментов Имени Шаляпина И Эльвира Магасимьянова Заместитель директора По концертной работе Вятской филармонии У нас есть еще один вопрос И там тоже надо будет Считать Насколько я помню Да Или нет Нет Не считать Вопрос наверное Даже не такой сложный Мы зададим вопрос По названию коллектива Италмаз Что означает Название коллектива Италмаз В переводе с Удмуртского Ага Ну подсказывать мы не будем И варианты ответов Мы давать не будем 211-101 На самом деле Слово достаточно Ну такое Красивое очень Да И наверное В южных районах Нашей области Даже распространенные То есть наверняка Даже где-то Где-то используется Не подсказывайте Не подсказываю Не подсказываю Да 211-101 Некоторая логика То что Некрасивым словом Коллектив не назовется В общем Возможно Да Есть у нас звонок Добрый день Добрый Как вас зовут? Андрей Да Андрей Будете угадывать Или вы знаете Точный ответ? Ну я думаю Я назову ответ Давайте Думаю это купальница Европейская Ой Или купальница Обыкновенная Ничего себе Простите Андрей А как давно вы знаете Что Италмаз Это купальница Европейская? Ну минут Две назад То есть Андрей Быстро гуглит Да Это правильный ответ Это алмаз В переводе с измурска Означает цветок Купальница Цветок Купальница Очень Не просто купальница Купальница европейская Европейская Интересно Европейская От азиатской Чем-то отличается Вообще Есть ли в Азии Купальница Название на самом деле Растение Оно конечно Вот иногда Меня Само как бы Образование Этих названий Меня вводит в ступор То есть я не очень понимаю Каким образом Их придумывают Такое ощущение Что где-то есть люди Которые сидят И придумывают Вот эти Вот эти названия Всегда же есть два названия Одно народное Другое Как в учебниках пишут Кстати Купальница европейская Она у нас тоже есть В области Ее можно встретить Занесена в красную книгу Насколько я помню Она у нас тоже называется Италбас Вот я думаю Она в Удмуртии Во всех остальных местах Она называется Кувшинка Она называется Во всех остальных местах Она так не представляется Но сама Поэтому У нее нет документов Да Хорошо Давайте мы Андрея Все-таки отпустим Андрей Здравствуйте Еще раз И выбирайте приз Книгу Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов Уходит Уходит вам Мы записываем Книжка у нас в редакции Пожалуйста Заходите и забирайте У нас есть три минуты До конца программы Две с половиной Успеем задать вопрос Или нет Спрашивая нашего звукорежиссера Нет Он качает головой Говорит что нет Нет Нельзя Нельзя никак Хорошо Тогда еще раз Мы анонсируем Те мероприятия О которых мы сегодня говорили Те концерты замечательные 24 ноября Это послезавтра Большой зал Вятской филармонии Концерт закрытия Фестиваля Межрегионального фестиваля Земляки Возвращение на Вятку В 17 часов Потому что это выходной день Да 2 декабря Концерт к юбилею Александры Пахмутовой 4 декабря Константин Юдичев 7 декабря Ансамбль «Инта Алмаз» Да Ансамбль «Инта Алмаз» Из-за Дмурдии Танцы и Песни Колокольчики И колокольчики И колокольчики Да И 15 декабря Пожалуйста На концерт Евгения Евгения Дербенко Да Все верно я помню Да Все Благодарим наших гостей Спасибо Александра Чубарова Главного дирижера Вятского оркестра Русских народных инструментов Имени Шаляпина И Эльвиру Магасимьянову Заместителя директора По концертной работе Вятской филармонии Всем слушателям спасибо Приза в редакции Приходите И конечно же Приходите на концерт Вятскую филармонию Программа действительно Шикарная Спасибо Спасибо вам Программа Культпоход На этом завершается Вот так Мы пораньше Немножечко уходим Да Встретимся в пятницу В следующем До свидания До свидания Культпоход